Медицинская реабилитация как средство снижения смертности и инвалидизации, по мнению специалистов, одно из самых актуальных направлений развития отечественного здравоохранения. Однако, приходится признать, что в этом плане Россия заметно отстала от других стран. Необходимо наверстывать упущенное, причем делать это на примере регионов, которые уже внедрили у себя передовые модели, в их числе Чувашия. Выстраивать систему многоэтапной реабилитации в республике начали давно. Соответствующее отделение, центры, специализированные учреждения появлялись, закрывались, оптимизировались, оснащались, модернизировались. В конечном итоге медики и пациенты Чувашии получили модель, признанную во всей России. Этот регион мы можем назвать сейчас золотым эталоном для всей страны, модельным регионом, поскольку за несколько последних лет в республике произошел прорыв в развитии медицинской реабилитации, выстроена трехэтапная медицинская реабилитация. От реабилитации в острейшем периоде заболеваний до амбулаторной реабилитации, реабилитации в санаторно-курортном звене. Специалисты солидарны. Медицинская реабилитация – процесс всеобъемлющий. В него входит все лечение больного, за исключением разве что профилактики. Начинается он в реанимации, а продолжаться должен до тех пор, пока организм пациента отзывается на предпринимаемые меры. Разумеется, чтобы сделать медицинскую реабилитацию доступной, необходимо решить ряд проблем. В частности, обеспечить это направление квалифицированными кадрами, соответствующим оборудованием. Первый шаг уже сделан. Восстановительное лечение вошло в программу обязательного медицинского страхования. Впрочем, эффект от каждого вложенного рубля настолько очевиден, что в Чувашии намерены максимально увеличить количество реабилитационных коек. Реабилитационные, высокотехнологичные методы лечения позволили, в первую очередь, нам снизить инвалидность, первичную выходную инвалидность в республике. Добиться экономического эффекта. И в среднем, если можно это посчитать в целом, то мы оцениваем только эти технологии в экономическом эффекте более 2 миллиардов рублей. Но самое главное, это, конечно же, сохраненные человеческие жизни. И только благодаря внедрению сосудистой программы, реализации сосудистой программы, нам удалось сохранить более 3,5 тысяч жизней. Елена Гальперина, Леонид Клейман, Республика.